Долго ждали и готовились к этому событию, к строительству новой школы. Действительно, она самая большая, 2200 мест. Мы сегодня готовы вместе с основными нашими заказчиками, бенефициарами школы, заложить капсулу, фундамент будущего строения. Начало положено. Глава муниципалитета Андрей Иванов заложил капсулу времени на месте строительства новой школы в микрорайоне «Гусарская баллада». Ее возведут по региональной госпрограмме строительства объектов социальной инфраструктуры. У нас по планам в августе 2023 года должно быть закончено строительство, объект должен нам полностью быть под ключ передан для того, чтобы 1 сентября 2023 года наша новая школа открыла дверь для 2200 ребятишек. Я точно такой же родитель, который ждет открытия этой школы, потому что у самого двух детей 7 лет, 12 лет. И, соответственно, мы живем тоже недалеко и тоже будем стремиться попасть в эту школу. У нас огромный округ и, конечно, очень много замечательных, талантливых детей. И мне бы очень хотелось, чтобы мы вместе с нашей командой Андрея Иванова строили новые школы, и вы нас обязательно поддерживали. Тогда у нас все получится. В ходе видеоконференции с губернатором Московской области и зампредом правительства Российской Федерации глава муниципалитета рассказал, что новая школа будет современной и просторной. На четырех этажах, помимо учебных кабинетов, разместят актовые и спортивные залы, пищеблок, библиотеку. Здание планируется возвести за два года, уточнил Андрей Иванов. Я бы еще хотел добавить, и не могу умолчать, о том, что через 200 метров соседний земельный участок, и мы там начинаем строительство нового детского сада на 400 мест. Поэтому это будет многофункциональный образовательный кластер здесь, в одном из крупнейших микрорайонов Одинцова, Гусарская баллада. Также руководитель муниципалитета осмотрел недостроенное здание на Триумфальной улице. Глава подчеркнул, ответственность полностью лежит на собственнике участка. И решение в данном случае одно – снос объекта. Мы получили в свое время отказ, поэтому сейчас через судебные инстанции пытаемся добиться права сносить этот недостроенный объект. Уже несколько заседаний было, мы надеемся в ближайшее время такое решение суда получить. И уже после этого привлечем специализированную организацию, которая не только произведет снос объекта, но и вывезет это все на специализированные полигоны. И здесь останется чисто ровная площадка. Есть дорожная карта сегодня. Мои коллеги жителям доложили о том, какие будут этапы, какие сроки ответственные наши исполнители. Незаконное строение в микрорайоне планируют снести к 15 сентября. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.